Всем привет и добро пожаловать на мое новое видео. И в сегодняшнем выпуске мы будем пробовать необычные сладости, а именно корейские сладости, и все они стоят по 1000 вольт. Да, а еще мы сидим не так далеко от дороги, просто здесь красивый вид. И надеемся, что нас будет слышно. Да. Ну что, давай начнем. И я предлагаю начать с первого блюда в коробочке. Я так понимаю, это такие печенья, которые, как ты мне уже сказала, раньше были в железных металлических банках. Тут нарисовано масло, оно скорее всего масляное, мне кажется, такое с основой. Ну давайте его всем пробовать. Называется это ботеринг, типа масляное кольцо. Кольцо из масла. Давайте попробуем. О, открывается оно не так, чтобы. Но я уверена, что оно там расфасовано. Нет, одна целая такая большая штука. На, смотрит какая-то бабушка корейская. Завидует, наверное. Прошу вас ботеринг. Ботеринг для меня. Тин-тин. Вот так выглядит ботеринг. Пахнет маслом, и вот мне не нравится, когда кладут такие пластмассовые штучки, потому что пахнет этой пластмассовой штучкой. О, мне пахнет. Даже по вкусу, если пластмасс... Микропластик! Пластмассовая штучка пахнет просто этим печеньем. Нет, это печенье пахнет этой пластмассовой штучкой. Но оно не такое вкусное, как в металлических коробках было. Для меня это вкус детства. У голодного детства, когда мы ели дорогие печенья в жестяной банке. Но в металлических коробках стоит штуку, а эта стоит 60 рублей. Да, 60 рублей для пиццы. Следующее. Предлагаю не отстраняться от темы печенья и попробовать еще одно печенье. Хоп. И оно сделано из клейкого риса. Тут написано glutinous rice. Видимо, рис с глютеном. Иракли, наверное, бы просто с ума сошел от такого. Он бы не стал это есть, поэтому его здесь нигде рядом нету. И оно тоже открывается очень необычно. Мне на самом деле нравится везде здесь упаковки. И тут как раз то, как я люблю. Красиво упаковано. Ты любишь, когда мало, но просто упаковано все? Да. Гри, вот такой коробки, как вы могли подумать, всего лишь пять вот таких печеньюшек. Зато они должны быть очень вкусными. Ну, давайте посмотрим, насколько это вкусно. Пахнет немножко каким-то... Очень мягеньким печеньем. Пахнет алкоголем. Ура, он войдет. Ну, потому что она мягкая. Там внутри что-то типа такое клейка. Какая-то яич внутри там клейки рис. Ну, на вкус, наверное, пряник чуть-чуть. Ну, это прикольно, но я чуть не фанат такого. Прикольный просто вот тянущийся, жевательный процесс. Потому что я люблю мармеладку. Это печенье и мармеладку, можно сказать. Что-то хочешь. Может быть, теперь нужно это все запить. Это знаменитое... Молочко. Фирма, да, наверняка, которая выпускает такое банановое молоко. Но это не банановое молоко, это черничное молоко. То есть это ягодное молоко. Как вы видите, это такое молоко уже в видео, обычно вот все пьют банановое. Но это со вкусом каких-то ягод. Пахнет? Ну, вот как ягодный... Ой. Йогурт. Ну, на вкус, ну, наверное, да, то, что ты ожидаешь. Но банановое молоко как-то более естественный вкус. Ой, да, очень химический какой-то вкус. Но оно не такое сладкое, как банановое молоко. Тебе кажется, не кажется? Мне кажется, мне не кажется. Очень сладкое. Тут на 240 миллилитров 187 калорий. Это много? Ну, чтобы им пообедать. Ну, это довольно много. Дорм. Просто банановое молоко, мне кажется, лучше. Ты же пила банановое молоко? Пила банановое молоко, но оно мне показалось очень сладкое. А это типа нет? Типа нет. Ну, нужно еще раз попробовать банановое молоко как-нибудь. Солененькое. Принглс за 50 рублей, можно сказать. Короче, это корейский Принглс. И он стоит всего лишь одну тысячу вон. Всего лишь одну тысячу рублей. Ну вот, давайте сравним на вкус. Я часто ел Принглс в России. В детстве? В тяжелом детстве? Да. Сейчас буду нюхать. По форме, по текстуре похоже на Принглс. Попробуем? Попробуем. Мне кажется, как Принглс. Но чуть-чуть не такой насыщенный вкус у собой чипсинки. По цене качества я бы покупал эти. Я бы не стал покупать Принглс за 10-50 рублей. Купил бы я эти за 60 рублей. А давай еще раз печенье попробуем новое. Давай. И это печенье ананасовое. Тут тоже необычная упаковка. Как думаешь, разделено ли? Возможно. Я думаю, что... Да. О, я отсюда чувствую как пахнула. Ананасиком, по-моему. Химическим ананасиком. Химическим ананасиком. Но прям пахнуло. Аж до меня дошло. Такие мини получаются как Oreo. Как ты ешь обычно? Разделяешь и ешь? Нет. Я люблю разделять. Ну, печенье. Ну, ничего необычного. Да, прикольно. Хороший вкус. Не бридерный. Чуть-чуть есть после вкуса ананасика. По печеньку очень нежное и песочное. Ну, что, короче, приятно. Мне кажется, очень многим людям должно понравиться. Мне кажется, было какое-то такое мороженое раньше со вкусом ананаса. Экзо. Мороженое есть сливочное, а сверху облета соком. Вкус такой. Только печенье. Ножное экзо. Да, как группа экзо. Пойдем к еще одной печеньке и... Ну, это пирожное, на самом деле. Пирожное. Не знаю, в корейском называется уольпион. Но я так понимаю, что есть такие в Китае популярные. Это лунное печенье называется. Просто похоже, на самом деле, аналог пряника. Просто вот такое хлебобулочное изделие запеченное с разными вкусами. Вот этот вкус у нас вкус пат. Пат – это такая сладкая бобовая паста корейская, которую они добавляют в традиционные сладости. И, ну, я люблю пат, ты любишь пат. Не все любят пат, на самом деле. Вот печенька выглядит очень красиво. Та-дам! Можно ее раскрыть и показать вам, что внутри. Вот. Внутри вот такая вот паста бобовая тебе. Для русского человека, мне кажется, сладкая бобовая паста – это нечто необычное и нестандартное, потому что мы привыкли есть бобы солеными. А тут, ну, вкус необычный. Прям тут много начинки. Да, я ее люблю. На вкус это, мне кажется, как пьяничек. Сухомяточка такая. Суховато. С чаем самое то. Сладковатое, но не бритерно-сладкое. Доминирует вкус именно вот бобовая паста. Вкусно! Прянишно. Как тульский пряник? Корейский тульский пряник. Тульский пряник. И у нас осталось два лота. У нас здесь муравьи-развездчики пришли на нашу еду. Нам нужно свое добро уже прятать, потому что здесь муравьи набежали. А я знаю, что когда приходят муравьи-разведчики, скоро придет вся армия. Ты сейчас сказал, как динамит армия. Все, давай показывай, что еще. Два лота осталось. И предлагаю снова запить то, что мы уже покушали. И это клубничное молоко. Клубничное молоко выглядит вот так. Называется мель-ую. Типа молоко на каждый день со вкусом тальги. Тальги это клубничка. Открывается. Ты любишь молоко? Ну, я люблю молоко, особенно соевое. Это не молоко. Соевый напиток. Это как соевое мясо. Это же не мясо. А что? Кишмиш из сой. А молоко это из-под коровы. Пахнет прямо как, если клубничку с молоком пожать, то так и пахнет. Сладко? Ой, вот это сладко. Корова постаралась. Корова подсластила. На вкус, на самом деле, так же, как я сказала, и на запах. Если вы возьмете и сладкую клубничку с огорода и помнете ее вместе с молоком, то получится это. Я думаю просто, что это кормят корову дубникой. Каждый день что-то новое узнаю. Ладно. Давайте я последнюю попробую вещь. И это очень странная штуковина в виде каких-то пластмассовых штук. Называется манго-бар. В которых внедрен манго. Манго-бар. Мне кажется, что это типа что-то желейное. Желеподобное. Стоит всего 60 рублей, а такая большая пачка, где дохрена эти штуки. Смотрите, как выглядит. Выглядит как корейская сосиска. Корейская сосиска? Корейская сосиска. И вот так я, конечно,hol flow на фุкзättке. Давайте попробуем вообще, как это есть. Как с этим жить. Давай попробуем откусить. Хотя ложка вкусовала. Так. Но это, кстати, не жалей, я ошибся. Это как шот Камшот Блин, у меня в арту вкус пластика Блин, у меня все время вкус пластика Ничего натурального я в нем не вижу Нет, по вкусу как будто манго Реальное, натуральное Короче, это напиток, оказывается Я думал, это желе Ну, на самом деле, не фанат Ну, если будет холодненькая И саджо А, ну саджо, да И мы попробовали все, что у нас было Как тебе вообще? Нормально, корейская сладость Она приятная на вкус Но калорийная идет Не могу не согласиться И на этом видео заканчивается Спасибо, что были с нами Надеюсь, вам оно понравилось Ставьте большие пальцы вверх, если так Подписывайтесь на канал А также на наши инстаграмы Увидимся с вами в следующем видео Пока!